Представьте себе, что вы выиграли в лотерею 10 миллионов долларов. Звучит невероятно и, конечно, если бы такое вдруг внезапно случилось с вами, то вы были бы на седьмом небе от счастья, ведь теперь не придется работать на нелюбимой работе и можно будет заниматься только тем, чем нравится. В общем, наступит не жизнь, а малина, но надолго ли? Скорее всего, нет. Этот вывод основан на результатах многочисленных научных исследований, в которых ученые в течение нескольких лет с помощью опросников измеряли субъективное ощущение счастья у людей, выигравших в лотерею. Как и полагается, в любом эксперименте была и контрольная группа людей, которые лотерей не выигрывали. Ученым предстояло сравнить две этих группы и определить, влияет ли выигрыш в лотерею на ощущение счастья у людей. Исследователи выяснили, что уже через один год средний уровень счастья в группе, выигравших в лотерею, был точно таким же, как и в контрольной группе, а у некоторых счастливчиков он был даже значительно ниже среднего. И по их же собственным словам, причиной этого было именно свалившееся с неба богатство. Но как такое может быть? Ведь после выигрыша в лотерею, все эти люди могли позволить себе практически все, что угодно, и могли просто жить в свое удовольствие. У психологов есть ответ. Все это происходит благодаря особенности нашей психики. Она называется гидонистическая адаптация. Если по-простому, то это наша способность адаптироваться к любым жизненным обстоятельствам, причем как и к благоприятным, так и неблагоприятным. Для того, чтобы наше сознание нормально функционировало, ему необходим некий постоянный и стабильный эмоциональный фон. Поэтому психика здорового человека постоянно пытается этот фон обеспечить. Выигрыш в лотерею вызывает эйфорию. Но постоянно жить в эйфории нельзя, ведь тогда человек просто не будет ничего делать, и это его погубит. Поэтому благодаря механизму гидонистической адаптации эйфория постепенно пропадает, и человек возвращается в свое нормальное состояние. Уже через короткое время его практически перестают радовать все эти дорогие машины, шмотки и всякая прочая роскошь. Запросы при этом растут, а количество денег стремительно уменьшается. Однако механизм гидонистической адаптации очень важен для человека, и вот почему. Дело в том, что именно благодаря этой способности мы можем психологически восстановиться после какой-либо трагедии. Одна группа американских ученых провела похожий эксперимент, но с небольшим различием. Как и в прошлом исследовании, в одной группе были победители лотереи, выигравшие более миллиона долларов. А в другой группе были люди, недавно пережившие аварию, либо другое происшествие, в результате которого они потеряли одну из конечностей – руку или ногу. Субъективный уровень счастья у победителей лотереи в течение нескольких месяцев после выигрыша был невероятно высоким, а у переживших несчастный случай он был очень низким, так как потеря конечностей для каждого из них была невероятной трагедией. Однако уже через год средний уровень счастья в обеих группах был абсолютно одинаковым. Победители лотереи привыкли к своему богатству, и оно более не радовало их. А потерявшие конечность люди смирились со своей утратой, адаптировались и продолжали жить дальше. Гедонистическая адаптация сделала свое дело, вернув людей из обеих групп в нормальное и оптимальное для их жизни эмоциональное состояние. Но почему же тогда большинство из нас так уверено в том, что внезапное обретение большого количества денег сразу сделает нас счастливыми? Этому тоже есть объяснение. В психологии существует такой термин, как когнитивные искажения. Если по-простому, то это когда мы неправильно воспринимаем ту или иную информацию и не совсем адекватно на нее реагируем. Когнитивных искажений существует огромное множество. Например, эффект повального увлечения. Это когда человек делает что-либо только потому, что так делают все остальные. Хотя на самом деле это вредно или опасно. Или, например, рационализация. Представьте, что вам в магазине работник втюхал какую-нибудь хрень, которая вам не нужна. Через какое-то время вы осознали это и расстроились. Но потом вы начинаете искать в этой вещи какие-то достоинства и убеждать себя в том, что не зря купили ее. Хотя на самом деле это не так. То есть вы пытаетесь найти оправдание своего поступка для себя самого. Но вернемся к лотерее. Есть искажение, которое называется иллюзия фокусирования. Это когда вы придаете излишнее значение только одной очевидной стороне какого-либо события. Но при этом вы не берете в расчет все остальные его аспекты. Например, вам кажется, что выигрыш в лотерее принесет вам огромное счастье, потому что теперь у вас будет много денег. Но при этом вы не думаете об обратной стороне медали. Ведь большие деньги очень часто приносят большие проблемы. И мы сейчас не говорим про бандитов из лихих 90-х. Исследователи из одного американского экономического университета собрали данные о нескольких тысячах победителях лотерей, которые выиграли более миллиона долларов. Ученые выяснили, что в результате 70% таких вот счастливчиков в течение 7 лет теряют все свое богатство, либо даже залезают в огромные долги. И их финансовое благополучие становится еще хуже, чем было до выигрыша. Причины этого бывают разные. Большинство людей просто начинает тратить деньги налево и направо. Это свойственно тем людям, которые всю жизнь жили очень скромно, но потом внезапно разбогатели. Они просто не умеют правильно обращаться с деньгами. Историй о таких людях тысячи. Такие люди начинают тратить свои деньги на различные развлечения и даже на наркотики. При этом они совершенно не думают об инвестициях. И поэтому со временем деньги все-таки заканчиваются. Также у многих победителей лотерей из-за внезапного богатства начинаются проблемы с друзьями и родственниками, которые начинают постоянно просить деньги. В результате все дружеские контакты прерываются. Один американец, живущий в маленькой деревне, выиграл несколько миллионов долларов. Он потратил около сотни тысяч на ремонт местной школы. Однако жители деревни обвинили его в том, что этого мало, и он тратит гораздо больше денег на собственные развлечения. В результате этого ему вообще пришлось из этой деревни уехать в другой город, так как все вокруг его ненавидели. А другого победителя лотереи отравила его собственная сестра, чтобы завладеть его наследством. И таких историй существует огромное множество. Но значит ли это, что деньги не приносят счастья? Нет, не значит. Деньги действительно приносят счастье, но лишь до определенного предела. Американские ученые из Принстонского университета провели масштабное исследование, в котором приняло участие более 450 тысяч американцев. Была задача выяснить то, как изменение дохода людей влияет на их субъективные ощущения удовлетворенности своей жизнью. То есть людей через определенные промежутки времени спрашивали о том, насколько им хорошо живется, и о том, сколько они зарабатывают. Оказалось, что есть некий предел, достигнув которого, деньги практически перестают влиять на уровень удовлетворенности жизнью. И для американцев этот предел составил 75 тысяч долларов в год. Увеличение дохода делает человека счастливее только до тех пор, пока это увеличение способствует удовлетворению его базовых потребностей. Базовые потребности – это хорошая еда, безопасность, секс, уверенность в завтрашнем дне и социальные взаимодействия. То есть если вы раньше зарабатывали 75 тысяч долларов в год, а теперь стали зарабатывать 100 тысяч, то счастливее вы от этого не станете, так как уже до этого и так могли позволить себе хорошо питаться, жить в комфортном доме, путешествовать и иметь доступ к платной медицине. А вот сверхдорогие вещи, например, суперкары, личные самолеты и дворцы, далеко не всегда приносят счастье, как это может казаться обычному небогатому человеку. К таким вещам очень быстро привыкаешь, и они полностью перестают радовать. Из всего этого можно сделать вывод, что деньги, безусловно, нужны для счастливой жизни, однако большое их количество абсолютно не гарантирует вам счастье. Главное, чтобы источник вашего дохода был стабильным и постоянным, а денег хватало на достойную и комфортную жизнь. Также психологи выяснили, что для того, чтобы в прямом смысле слова конвертировать деньги в ощущения счастья, то лучше всего тратить их не на разные дорогие предметы и недвижимость, а на новые впечатления, например, на путешествия, разного рода мероприятия и на все то, что дает вам необычные и яркие ощущения, которые вы потом еще долго будете вспоминать. А как бы вы распорядились своими деньгами, если бы выиграли 10 миллионов долларов? Конечно же, исходя из всего вышесказанного. Пишите свои ответы в комментариях. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Будьте адекватны и разумны. С вами был Демиос. Пока.